МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях города и региона расскажем прямо сейчас. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти в студии Денис Капля. Смотрите сегодня. Как предотвращать лесные поджоги и восстанавливать лес? На эти и многие другие вопросы ответил в прямом эфире в социальных сетях глава города Николай Ренц. Одежда, обувь, автозапчасти и даже лекарства. В Россию с Казахстана пытались нелегально везти 300 тонн товаров. Контрафактом оказались забиты 14 фур. Общественники, чиновники, депутаты обсудили поправки в устав города. Подробности в выпуске. Мы открыты к диалогу, готовы выслужить мнение всех наших жителей Тольятти, высказать свое мнение и после этого голосовать за ту или иную поправку. Бонжур или добро пожаловать в Тольятти. Наш город посетил генеральный секретарь фонда Альянс Францесс Марк Сердан. Он побывал в учебных заведениях города и узнал, хорошо ли у нас обучают французскому языку. Открытый разговор на важные темы. Глава Тольятти Николай Ренц в прямом эфире в социальных сетях отвечал на вопросы жителей. Темы самые разные, начиная со здравоохранения, заканчивая темой лесов и пляжей. Например, у главы города спросили, как будут в дальнейшем власти восстанавливать Тольяттирский лес. Николай Альфредович ответил, что работы начнутся уже этой зимой. По поручению Дмитрия сейчас сформировали нашу программу противопожарных мероприятий по лесу. Мы уже начнем, уже сейчас зимой начнем чистить, расширять проезды, лесозащитные полосы формировать. Мы постараемся в эту зиму, будут, конечно, к нам нарекания, но нам надо, как правильно, нам надо зимой выжигать валежник. Глава Тольятти рассказал, как будет решена проблема пробок на выезде из поселка Приморский. Этот острый вопрос волнует не только жителей Тольятти, но и Ставропольского района. В настоящий момент проект реконструкции дороги находится на государственной экспертизе. У нас в экспертизе проект реконструкции этой части дорог. Мы закончили переговоры с собственниками, там вокруг же частные земли. Мы закончили переговоры с собственниками, договорились. И в следующем году мы планируем в январе, ну в идеале думали в декабре, если получится, то будет в декабре. По крайней мере, в первом квартале в начале следующего года разыграть контракт на реконструкцию этой части дороги. Где-то в пределах 160 миллионов. Расширение, дополнительная полоса. Николай Ренц также заявил, что в следующем году планируется реконструкция итальянского пляжа. Полную версию интервью вы можете посмотреть в социальных сетях. В Тольяттинской думе прошел первый из круглых столов, на которых обсуждаются поправки в устав города. Участники встреч, а это представители администрации, думских фракций, а также общественники и журналисты, обмениваются мнениями относительно изменений, которые обусловлены в основном изменениями и в российском законодательстве. Все-таки мы живем в правовом государстве, и если федеральные законы приняты, они должны быть. И федеральный закон обязывает принять соответствующие решения, мы как исполнители обязаны принимать. Напомним, что ранее в городе уже прошли общественные слушания по поправкам в устав. Наиболее острые вопросы касались теплоснабжения и городского леса. К этим темам вернутся в ближайший понедельник. Изменения в уставе также предусматривают подачу предложений граждан на публичные слушания через сайт госуслуги и по электронной почте. Ранее это нужно было делать письменно. Таким образом, общение жителей с представителями власти станет проще. При этом сами общественные слушания и голосования на них будут проходить только в очной форме. Ни в коем случае в законе не написано, что заочное голосование через портал. Этого нет и этого не будет и это неправильно. Расширяется полномочия наших граждан за счет использования этого сайта. Не только очная форма, но и вот это заочное, но это только для того, чтобы подавать предложения и замечания. Также на круглом столе шла речь о расширении полномочий контрольно-осчетной палаты с 1 января будущего года она станет самостоятельным юридическим лицом, тогда как ранее входила в состав городской думы. Задача КСП – контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. Вводится полномочия по осуществлению контроля за состоянием внутреннего и внешнего долгого муниципального образования, полномочия по противодействию коррупции. В отдельные полномочии выделено проведение аудита в сфере закупок. По КСП, я думаю, ни у кого не возникает никаких вопросов, в том числе и присутствующих на общественных слушаниях не было. Был один вопрос, поплати или ответ, потому что неизбежно КСП должно быть юридическим лицом. Мы открыты к диалогу, готовы выслушать мнение всех наших жителей Тольятти, высказать свое мнение и после этого голосовать за ту или иную поправку. Бонжур или добро пожаловать в Тольятти. Автоград с дружеским визитом посетил генеральный секретарь фонда Альянс Францесс господин Марк Сердан. Французская культурно-просветительская организация Альянс Францесс является одной из крупнейших в мире. Она насчитывает более тысячи представительств в 140 странах. Два из них находятся в Самаре и Тольятти. По словам Марка Сердана, Альянс Францесс Тольятти и Самары занимают одни из лидирующих позиций среди всех представительств. К слову, это всего второй визит господина Сердана в Россию, первый в Тольятти. Гость из Франции восхищен нашей страной. И о чем он с удовольствием рассказал нашей съемочной группе. Я очень счастлив пребывать в вашем городе. Замечательный город. У нас здесь находится такой показательно примерный Альянс Францесс. Очень динамичный. Мы сегодня посмотрели, как этот Альянс работает со школьными учреждениями, с колледжами, даже с православным институтом. И этот ваш Тольяттинский Альянс Францесс является частью нашей мировой сети Альянс Францесс. Очень много общих точек между Францией и Россией. Но прежде всего я хочу вам сказать, что большинство французов с восхищением, с любовью относятся к России, к этой великой стране, которая всегда вызывает такое здоровое любопытство и интерес к себе. Самарская область занимает третье место в России по количеству проживающих французов. В Тольятти их тоже немало. Здесь их всех объединяет общественная организация Альянс Францесс в Тольятти во главе с ее президентом Алексеем Востриковым, который совсем недавно был назначен почетным консулом Франции в Тольятти. Мы посмотрели данные рейтинга нашего Альянса среди Альянс Францесс Европы. И мы с удовольствием для себя отметили, что мы занимаем десятую строчку по продажам, по продвижению французского языка среди начинающих. Мы входим в лучшую двадцатку Альянсов Европы и занимаем десятую строчку в этом рейтинге. Вся наша команда единомышленников и партнеров работаем на одни цели. Нам очень интересно не просто продвигать французский язык и французскую культуру, развивать российско-французские отношения, делать обмены для молодежи, тем самым мотивируя их на изучение французского языка, а маленьких французов на изучение русского языка. Одежда, обувь, автозапчасти, даже лекарства. В Россию с Казахстана пытались нелегально везти 300 тонн товаров. Контрафактом оказались забиты 14 фур. Спецоперацию Федеральная таможенная служба проводила вместе с МВД, Росгвардией и Самарской таможней. За контрабандистами следили с помощью беспилотников. О днем ранее тоже на границе с Казахстаном задержали рекордную партию подельных сумок, кошельков и ремней с логотипами известных брендов, таких как Луи Виттон и Диор. Жители Тольятти просят не выходить на тонкий лед. В городе установилась среднесуточная температура воздуха ниже нуля. В таких условиях водоемы покрываются неоднородной рыхлой снежной массой, толщина которой в большей части не превышает 5 сантиметров. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 15 сантиметров. К тому же даже на одном водоеме она не везде одинакова. Спасатели Центра гражданской защиты постоянно у нас мониторят нашу акваторию. Сейчас на данный момент на водохранилище пока открытая вода. Никаких нету факторов того, что начинается образовываться лед, что нельзя сказать уже на закрытых водоемах. То есть на закрытых водоемах это третье АТП, озеро Копейка, Восьмерка. Там уже стабильное ледовое поле, толщина льда составляет от 4 сантиметров. И естественно там уже наблюдается некое количество рыбаков. То есть это ни в коем случае не выходить одному, желательно в группе на лед раз. Не выходить на тонкий лед, использовать средства связи, брать с собой обязательно компас, веревку. И ни в коем случае не нарушать, опять же, не носить свой рюкзак на двух плечах. Ну то есть это элементарные уже правила, они все прекрасно об этом известны всем. Осталось только серьезно к этому отнестись. Самара, Тольятти, а теперь и Чапаевск. Все новые города присоединяются к акции «Единый день вакцинации». Сотни жителей региона используют эту возможность, чтобы получить иммунитет к коронавирусу. Напомним, что 20 ноября в Тольятти пройдет очередной «Единый день вакцинации». Любой желающий сможет сделать прививку с 8 утра до 18 часов вечера в ДК Тольятти. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Чапаевск встречает «Единый день вакцинации». Пространство местного дворца культуры организовано так, чтобы множество людей могли быстро и безопасно сделать прививки. Волонтеры помогают заполнить документы, врачи проводят предварительный осмотр. Обращаем внимание на общее состояние, измеряем температуру тела, пульс, давление, сатурацию и наличие хронических заболеваний или обострение заболевания в момент прививки, которое является противопоказанием. Если противопоказания нет, то врач дает разрешение и проводится прививка сама. Горожан принимают сразу 6 врачебных бригад. У меня многие переболели очень сильно, которые не делали прививку, а которые сделали в легкой форме, как обыкновенные ОРЗ. И поэтому я считаю, что это надо и должны все делать. В Дворце культуры проводят не только первичную, но и повторную вакцинацию. Однако Валентина Анатольевна свои первые прививки от коронавируса сделала в поликлинике. Зато теперь может сравнить оба способа получения иммунитета к ковиду в больнице и на массовой акции. Два раза ходила в больницу, а вот третью прививку здесь повлитая. Очень быстро все, и все сами заполняют. Врачи используют спутник ВИ и спутник ЛАЙТ. Через три недели массовый пункт вакцинации развернут вновь, чтобы те, кто привился здесь в первый раз, смогли пройти и второй этап вакцинации. Сейчас мы видим проходимость порядка 60 человек в час, которые приходят и получают свою вакцину. Это очень хороший показатель. Как видите, здесь очереди нет. Примерное время получения вакцины от момента захода человека на пункт и до момента его выхода со всеми процедурами, в том числе и на поствакцинальном наблюдении, не превышает 30 минут. Акции массовой вакцинации первыми в регионе провели Самара и Тольятти. Тогда всего лишь за два дня прививки сделали более 2,5 тысяч человек. Успешный опыт решили тиражировать в других крупных муниципалитетах. Тема вакцинации сейчас является главенствующей. Наша главная задача донести все-таки в очередной раз, что тема вакцинации позволит нам гарантированно вернуться к нормальной жизни. И уже завтра, 20 ноября, состоится новый единый день вакцинации в нашем городе. В ДК Тольятти медики ждут всех, кто старше 18 лет и кто хочет сформировать иммунитет к коронавирусу. С собой нужен документ, удостоверяющий личность. Иван Шумилин и Агречман. Новости Тольятти. Что важного произошло на этой неделе? Журналисты программы «Обозреватель» готовы рассказать вам о самом интересном. И вот о чем расскажут наши коллеги уже в понедельник вечером. Коллективный иммунитет в Самарской области превысил 50%. Темпы вакцинации значительно выросли. Однако этого пока недостаточно. Чтобы ускорить процесс в регионе, запустили акцию «Вакцинация – это жизнь». В Тольятти приехал генеральный секретарь фонда «Альянс Францесс Париж-Иль-де-Франс» Марк Сердан. Он побывал в учебных заведениях города и узнал, хорошо ли у нас обучают французскому языку. Более тысячи заявок, 14 городов-участников и два десятка учебных заведений со всей страны. В Тольятти и Самаре прошел большой форум педагогов. Говорили о традициях прошлого и проблемах сегодняшнего дня. Какой будет предстоящая зима и как вообще меняется наш климат? Интервью с синоптиками в конце программы. И о спортивных событиях спонсор рубрики «Агролада-сервис». Официальный дилер «Лада» – автосалон «Агролада-сервис». Все модели в наличии. Выкуп вашего автомобиля на выгодных условиях. Гарантийный ремонт, сервисное обслуживание в рассрочку. Улица Ботаническая, 10, телефон 75-91-11. Хоккейная «Лада» одержала четвертую победу к ряду. На этот раз над «Нефтяником». Счет на 15-й минуте открыл нападающий «Лады» Максим Денишкин. На 25-й минуте Владислав Червоненко в средней зоне перехватил шайбу и обыграл галкипера «Нефтяника» 2-0. Тольяттинцы в этот момент играли в меньшинстве. Гости сразу ответили шайбой. Рикошетом от клюшки защитника «Лады» она влетела в ворота. На 36-й минуте Андрей Белозеров реализовал большинство. В начале третьего периода тольяттинцы остались втроем против пятерки гостей, но сократить отставание им не удалось. На 55-й минуте Шураков в большинстве оформил дубль, а после броска Назарова счет стал 4-2. В итоге победа «Лады». А теперь о погоде. Спонсор рубрики «Салон Штор Аллегра». Компания «Аллегра». Весь ноябрьщем шторы бесплатно. Покупайте только ткань. Новый магазин-склад на автозаводском рынке. «Аллегра». Уют вашего дома. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте tvtoliaty24.ru. Наведите прямо сейчас камеру своего телефона на QR-код, который вы видите на своем экране, и сразу же попадете на наш сайт. Там много интересного. Если у вас есть новости, сообщайте о них в наших группах в социальных сетях. С вами был Денис Капля. Всего доброго и хороших вам новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!